здравствуйте я приветствую вас в нашем прямом эфире сегодня у нас тема обзор из бейс обзор наших потрясающих новинок это скульптурная база цветная очень плотная посмотрите вот я подготовила ручку уже на двух пальчиках я сегодня в эфире проводила поставила два цвета сегодня мы с вами также разберем все нюансы работы с этим материалом в процессе если у вас будут возникать какие-то вопросы мы будем с вами все обсуждать посмотрите какие чудесные цвета как в исполнении матовым так и в глянцевом варианте очень нежно очень красивые на мой взгляд эту коллекцию невозможно разделить по какому-то одному цвету ее нужно просто иметь всю полностью на потрясающе сочетание сочетается друг с другом они подходят и хочется покрывать каждым цветом обязательно хочется покрыть и посочетать их в одном маникюре очень красиво да добрый вечер здравствуйте все кто присоединился я поставила вот такие капельки специально на стеклышко хочу акцентировать ваше внимание на то что несмотря на тот факт что база является растворимой это продукт который мы можем снимать при помощи размачивания то есть размачивать и полностью убирать до натурального ногтя при помощи жидкости несмотря на это он абсолютно имеет плотную пигментацию такие красивые оттенки и даже на короткой длине при очень коротких ногтях я специально сделала на себе максимально коротко толщина укрепление небольшая но при этом не светится линия гиппанихия материал ложится очень плотно как самостоятельное цветное покрытие красивые оттенки такой бежевый персиковый розовый и вот цвета желтый и зеленый за счет того что это все-таки пастель они выбелены они подходят под любой оттенок кожи и более смоглую кожи и совсем светлую жалко нет голубого цвета значит нужно обязательно добавить до прям няшные согласно очень красивые вкусные такие оттенки при этом совершенно вот я убеждена в том что и в зимний период они тоже будут очень нравится нашим клиентам потому что мы сейчас уже все таки отошли от этой тенденции что зимой мы покрываем только темными а летом светлыми пастельными они очень хорошо сочетаются с будут смотреться с любым гардеробом такой вот ненавязчивые очень нежные я бы сказала нейтральный но при этом очень такие вкусненькие конфетные конфетные цвета по консистенции что хотелось бы отметить по консистенции они не густые я бы по вязкости сравнила их с базой медиум то есть дала бы им такую характеристику как база средней вязкости но некоторые мастера говорят о том что в процессе работы им кажется что жидковато я хочу вам предложить вариант работы как цветным покрытием то есть давайте представим что это просто цветник то есть это и скульптура и цвет в одном флаконе когда мы работаем с цветом и всегда работаем в формате двух слоев то есть один слой мы например подводим близко к кутикуле и более тонко наносим а второе уже подтягиваем и выравниваем заводим под кутикулу вот с этой базой мы работаем точно так же как будто вы работаете с цветом стоимость базы 900 рублей как и остальных из бейс они доступны на сайте у дистрибьюторов уже по городам они не в наборе они поштучно продаются можете приобрести поштучно но на мой взгляд они прям неотделимые хочется их иметь такой полностью всей палитры всей коллекции наборчиком так я работала 14 и работала 12 на указательном среднем пальчике сделала и сейчас поработаем вот давайте возьмем в такой вариации 13 и 11 по консистенции они абсолютно одинаковые нюанс какой мы работаем также как и по технологии перед гель-лаковым покрытием мы выполняем аппаратную обработку либо обрезной комби маникюр то как вы работаете обезжириваем поверхность для дополнительного обезжиривания используем nail prep обратите внимание на влажность ногтевой пластины у ваших клиентов если ногтевая пластина влажная можно покрыть полностью на весь ноготь если ноготь вот видите я сняла покрытие мне прям очень такие сейчас тонкие под подубитенькие ноготки видно что они белесые то есть ногтевая пластина тонкая и сухая поэтому я могу сделать вот таким образом поставить капельку в зоне кутикулы и nail prep сам растечется и если например клиент пользовался недавно кремом или маслом для кутикулы вот излишнее зажирнение в пазухах в складках заднего валика nail prep полностью уберет следующим этапом мы будем наносить ультрабонт это грунтовочный препарат он также сохнет на воздухе и создает дисперсионную пленку на поверхности ногтевой пластины nail prep особенности какие он не растворяется жидкостью если вы планируете снимать покрытие при следующем визите клиента через размачивание тогда ультрабонт наносите только по торцу если вы будете работать в формате коррекции если вы будете снять и выполнять при помощи фрезы ультрабонт можно нанести полностью на всю поверхность ногтевой пластины так как у меня ноготочки очень стали тонкие так жизнь их потрепала снимать я буду через размачивание и ультрабонт в этом случае буду наносить только на торец только на свободный край потому как при отрастании свободного края эта часть ногтевой пластины она спилится опилится и ультрабонт соответственно необходимости растворять уже не будет по поводу размачивания база размачивается чуть чуть дольше чем обычная скульптура например там тот же самый медиум либо макси либо неплотно пигментированная база за счет того что в ее составе пигмент она очень очень плотная то есть с одной стороны для нас это плюс большой так как даже прямом минимальном укреплении мы получаем плотность пигмента и не светится натуральный ноготь но ставим себе пунктик о том что размачивать ее нужно чуть чуть дольше чем обычную базу это тоже учитывайте при работе так ну я возьму сейчас 13 пастельный зеленый очень красивый оттенок и буду наносить два этапа здесь выбирайте сами можете первый этап нанести более тонко второй с укреплением либо наоборот первый слой с укреплением а второй пройти уже подтянуть под кутикулу все зависит от удобства от того как вам комфортно работать я пока не завожу под кутикулу дохожу кистью на той границе которую мне позволяет кисть сделать протягиваю по боковой линии ровненько также с другой стороны уложила кисточку по всей длине прошла то есть у меня такой фактически я покрываю цветом прохожу уголочком кисточки по торцу и у меня первый слой готов я не буду первый слой заводить под кутикулу не буду выравнивать границу просто тоненько нанесу и подсушим база на самом деле очень при том что она растворимая но это на сочетает в себе такие свойства как и растворимость и невероятную жесткость база очень жесткая она не дает усадки нет вот это при отрастании уточки на зоне свободного края опиливается она просто как вот как будто вы пилить и гель как будто этом гелевые ногти можно выполнять ей удлинение я очень люблю выполнять ей прям полноценное наращивание для мастеров которые имеют большой опыт в наращивании у них получится очень просто единственное что учитываете учитывать этот факт что сейчас отвечу на ваш вопрос учитывать этот факт что если вы моделируете на большой длине делать это нужно в несколько слоев потому что сильно с толстый слой будет у вас сразу затекать в несколько несколько тонких слоев что такое растворимая база растворимая база это та база которую можно размочить и снять полностью до натурального ногтя при помощи ацетона содержащие жидкости у нас есть продукты растворимые соков есть гелевая система вот например гелевая система она не растворяется то есть вы можете ее с ногтей натуральных только убрать при помощи опила а система гель-лаково которая включает в себя скульптурные прозрачные базы скульптурные пигментированные базы то есть цветные камуфлирующий и также включающие себя линейку базы из без это все базы растворимые подвожу линеарной кисточкой по боковым поверхностям так как кистью из флакона сделать это мне было неудобно подвожу под кутикулу туда куда мне нужно подвести чуть-чуть поглубже делаю покрытие и уже беру капельку набираю на флакон ведь не течет стоит я наношу без прозрачки до обратите внимание на то что я эту базу ставлю без дополнительного базового покрытия несмотря на вот такую жесткость у нее очень хорошая адгезия и она хорошо стоит даже без базового покрытия то есть изначально этот продукт создавался нами именно как вот полноценный продукт в одном флаконе и адгезия и скульптура и цвет для такого скоростного маникюра если вы переживаете о том что у клиента не очень хорошо носится где-то идут отслойки в качестве базового покрытия можете использовать бейс гель я этого не делаю у меня избей шикарно стоит и отслоек никаких не дает сама выравнивается тоже нам прекрасно переворачиваю сцентрова немножко подержу и все отлично можно снимать аппаратом девочки здесь на усмотрение мастера можно и размачивать и можно снимать аппаратом то есть вы работаете в том варианте в который вам комфортен без прозрачной базы ультрабонт я нанесла только по торцу чтобы у меня была возможность размочить и при помощи размачивания снять если аппаратом работаете ультрабонт наносите на всю поверхность ногтевой пластины так подсушиваем готов и давайте возьмем 10 и на мизинчик еще нанесу также наношу тоненьким слоем фактически я использую технологию нанесения обычного цветного покрытия но при этом не забываю про архитектурные параметры про наполнение толщиной в стрессовой зоне по боковым поверхностям про не забываем про то что обязательно нужно проходить по торцу создавать толщину торца для того чтобы не было отслоев со стороны свободного края поэтому после покрытия я прям уголочком кисточки полностью прохожусь по торцу и первый слой просушила сейчас пока у меня ноготки подсыхают первый слой я покажу наверняка видели и либо в instagram сейчас я открою видео сделаю вам демонстрацию я этой базы выполняла удлинение посмотрите это арочные ногти это полноценное арочное моделирование все цвета здесь использованы только из бейс то есть цветного покрытия я здесь не выполняла и если видно когда модель ручку поворачивает в торце видно что это полноценная арка с 50 процентами окружностью никакой подложки я не использовала то есть полностью именно этой базой сразу на форму я выкладывала удлинение и по поверхности выстраивала уже архитектуру мастера которые моделируют понимают моделируют активно много кто арочные особенно ногти моделируют понимают что варочных ногтях стрессовая зона она вообще там максимально толстая то есть эти ногти они в стрессе гораздо толще чем обычные салонные ногти делала я выполнял это моделирование есть в четыре слоя то есть четырех слоев но мне безумно нравится прочность этого материала потому что у него нет такой амортизации он очень хорошо держит арку как вы выложили на форме так арка и сохраняется то есть я вот и как мастер моделирующий просто в восторге от этого материала универсальный как на короткую длину так и на супер длинные ногти пожалуйста арочный квадрат одна из самых таких форм у непростых скажем так да это достаточно сложная архитектура но даже без подложки из бейс я выполняла вот такое моделирование еще раз прохожу запечатываю по торцу также беру кисточку спасибо большое действительно красиво очень нравятся мне оттенки оттенки такая текстура она и не густая но при этом не сильно жидкая очень удобно в работе просто на короткой максимально короткой длине моих ногтей сейчас мясо перекрывает линию гиппонихия не светится не требует дополнительно цветного покрытия еще немаловажный момент девочки абсолютно не печет вообще не пекучая база покажите пожалуйста как это делается не не поняла что конкретно показать напишите пожалуйста вопрос что чтобы вы хотели чтобы я показала как делается как удлинение делается и можно будет обязательно поставить эфир на эту тему и помоделировать я думаю что следующий эфир надо как раз мы по избей сам на следующей неделе поставим моделирование покажу на формах за счет того что база не густая такого вау эффекта как от например от выкладки акригеля на форме нет естественно жиденькая она там не так ровно ложится мне безумно нравится ее жесткость и хорошая хорошая носибельность ногти реально получаются такие вот полноценное получается полноценное наращивание как дело ногти с видео да давайте следующий на следующей неделе обязательно запланируем эфир и выполним наращивание при помощи избей с удовольствием покажу причем я так думаю что показать нужно именно такой на квадратной форме будет максимально понятно перекрывать я буду топ ты классом ногти готовы не требует дальнейшего цветного покрытия можно спокойно перекрывать финишем я сейчас ты классом перекрываю так как база жестко еще раз я говорю о том что можно пользоваться и ультрашайном если хотите пожалуйста не нравится вам стойкий такой стекловидный блеск ультрашайна пожалуйста берите ультрашайна перекрывайте трещин не дает усадки не дает и за счет жесткости можно перекрывать максимально жестким финишным покрытием по поверхности такие мои цвета прям конфетные конфетные очень нежные очень красивые и конечно же рекомендую чтобы они все в линейке были потому что я абсолютно уверена что они не оставят равнодушным их у ваших клиентов это точно цвета уже доступны доступны приобрести вы можете их поштучно стоимость продукта 900 рублей на эми шоп и дистрибуторов по городам они доступны а если какие то вопросы еще будут то пожалуйста в комментариях эфир мы сохраним пишите в комментариях я с удовольствием отвечу перекрываю топ тегласом все с крошечка уберу также тегласом прохожу по торцу уголочком и подсушиваем так хорошо вот видите сколько много запросов именно по моделированию тогда именно таким образом мы следующий раз с вами поступим поэтому следите тогда за расписанием обязательно актуальное расписание будет доступно и следующую тему эфира тогда поставлю я моделирование при помощи из бейс для того чтобы вы смогли в полной мере оценить преимущество этого продукта до все варианты использования сегодня мы работали на коротких натуральных ногтях таких фактически в мясо на каркасе своего натурального ногтя без дополнительной подложки базовым покрытием красиво не сочетаются очень нравится мне классное сочетание цветов друг с другом они просто обалденно смотрятся такой вот у нас получился эфир спасибо всем большое за внимание еще раз повторяю если какие то вопросы может быть в процессе я пропустила или у вас остались пишите в комментариях и тогда до следующей недели будем разбирать с вами нюансы моделирования при помощи базы видео наращивание базы обязательно сделаем базой и видео тоже сохраним все спасибо большое